Итак, сейчас вашему вниманию я представляю разные прорисовки карты по трудам Клавдия Птолемея. Эти прорисовки существуют разные, но в основном они сходятся, потому что Клавдий Птолемей нарисовал достаточно ясную, достаточно понятную координатную сетку и описал, что, как бы, где из его описания находится. Поэтому, соответственно, эти карты можно сверять, эти карты можно сверять с другими более поздними картами, и, учитывая изгибы рек и все остальное, можно и озеро Амадокское, и истоки Днепра, можно и сам Азагарий Киев, все это можно очень четко атрибутировать и без каких-либо сомнений понять, что, да, в действительности у нашей столицы в древности было, кроме всего прочего, еще и название Азагарий. Хотя у нашей столицы было достаточно много древних и интересных названий, и сейчас я постараюсь вам их так или иначе предоставить. Сделаю небольшое отступление. Коль, как бы, касаемся картографии, сейчас демонстрирую вашему вниманию еще и карту Гиома де Лиле. На этой карте Гиома де Лиле присутствуют города, упомянутые в труде Константина Багрянародного. И, собственно, я подчеркнул, где какой, как бы, находится, чтобы вам не особо было тяжело искать. Также тут присутствуют названия порогов. Все, в общем-то, по труду Константина Багрянародного. В частности, присутствует подписание «Русия», но не стоит пугаться, это не название «Московии», это название «Руси», поскольку «Русия» — это не что иное, как разные греко-латинские адаптации слова «Русь». И московитики всего лишь это название себе несправедливо аннексировали. В частности, тут мы видим, что картограф не пытался искать какой-то Новгород в каких-то далеких далях на севере у Ильминя и так далее. Тут он располагает Немогард недалеко от Чернигога и, в общем-то, недалеко от Телеутца и Мелениска. Но Мелениск или Смоленск, скорее всего, он неправильно расположил это. То есть, он точно неправильно расположил, скорее всего, это понятно любому, в общем-то, кто это увидит. Однако, и это не настолько критично, поскольку, в общем-то, опираясь на труд Константина Багрянародного, он хорошо себе понимал, что Константин Багрянародный описывает, что с этих городов есть прямой выход по Днепру к Киеву, крепость которого еще называется Самватос, что здесь также записано. Но, как бы, не только лишь в этом дело. Дело в том, что если бы Константин Багрянародный и последующие картографы, собственно, имели в виду, что вот этот Немогард, то есть Новгород, который как раз и присутствует в истории Руси, что это тот самый Новгород-Ильминский, они бы изобразили карту совершенно иначе. Они бы изобразили карту, в общем-то, вообще в другой пропорции, изобразили бы северные части Руси и так дальше. Но они не особо хорошо знали, что Русь контролирует в тех северных далях, зато они знали, что, в общем-то, в Причерноморье обитают печенеги и вот эти земли, которые как бы и контролируются Русью, но если печенеги взбунтуются, Русь не сможет ходить на Константинополь. Поэтому нужно, чтобы Русь этих печенегов усмиряла, и тогда Русь может вполне себе хорошо ходить на Константинополь. Тут вот приведены названия порогов, тут упомянуты, в общем-то, Линзиане, тут упомянуты другие пактеоты Руси, вот, Вуссеград, Выжгород. Выжгород упомянут на том месте, где он в действительности и расположен, то есть все с этим нормально. И если сопоставить, а какой у нас Новгород есть приблизительно где-то на север от Чернигова и находящийся на реке, которая, в конце концов, впадает в Днепр, у нас останется только Новгород-Северский, о чем я, не осматривая даже эту карту, уже давно, в общем-то, говорил. Но сейчас не об этом, и не столько об этом, и не только об этом. Сейчас, в частности, и о названии Самватос. Я об этом названии уже тоже многократно говорил, и если кратко еще раз повторюсь, это название просто означает самобытный. Самбхутар, самбху, своямбху, то есть существующий сам по себе, самодостаточный город. Что логично, ввиду того, что киевский амфикционий Киевградзе состояло из множества мелких поселений, которые буквально производили все, что нужно для жизни, поэтому Киев в древности мог жить чуть ли не как отдельное княжество, независимое от окружающих, в общем-то, каких-то процессов. И да, Азагарий и Самватос – это некоторые его древние названия. Относительно Азагария кое-что я уже говорил, относительно Самватоса также кое-что сейчас сказал. Могу напомнить, что название Азагарий отсылает к имени божественного князя Сагара, но у Киева были и другие названия. Может быть, кто более-менее коверялся по моему каналу по последним видео, могли там наковерять то, что Киев, Киевградзе, киевский амфикционий, кроме как называться Самватосом, Самватосом, Самбаром, назывался еще и Хольмгардом. Укажу даты. Известны упоминания Самватоса за 559-й и 948-е годы нынешней эры. Собственно, 559-й – это надгробная плита в честь некого Хельбузия, сына Самватоса, а 948-й – это год написания труда Константина Багрянародного. Далее, Киев, Киевградзе под названием Хольмгард, Холмоград – Велыкий, как он известен в славянской культуре, и Хольмгард, как он известен у скандинавов, и Колмоград, как он был известен для древних новгородцев. В новгородских летописях есть, там, где присутствует сюжет о гостомыслии и призвании Рюрика, присутствует мотив, что перед тем, как призывать Рюрика, гостомысл сначала отправляет послов к жрецам в Калмоград, и только когда они ему говорят так сделать, он делает. Поэтому Новгород не мог быть Хольмгардом. Об этом тоже у меня есть отдельное видео на канале, но так или иначе, кратко я это упоминаю. И вот под названием Хольмгард Киев известен на протяжении Средневековья скандинавам в разных скандинавских текстах. Ну и новгородцам, в общем-то, в первые века жизнедеятельности Киевской Руси. Дальше, под названием Азагарий. Часть киевского амфикциония упомянута в труде Клавдия Птолемея. Это второй век нынешней эры. Ну, учитывая разные данные, это первый-второй век нынешней эры. Далее, под названием Данпарштад. Данпарштад, Данапарстадир, Данпарстадир. То есть, с такими вариантами. Часть киевского амфикциония, а в некоторых случаях и весь киевский амфикционий известен в готских сказаниях. Ну и в дальнейшем в германских сказаниях, которые основывались на готских сказаниях. Такое название было у Киева во времена участия киевского амфикциония, во времена, когда из Дакии готов, геттов поперли римляне. Они, как беженцы, распространились по тому, что известно, как андская держава или черняховская культура в археологическом эквиваленте. И, в частности, в общем-то, создали свое поселение и на холмах, в общем-то, в Киеве. Основано вот это малое поселение Малый Донпорштад около 240 года нынешней эры. Основано готским князем Астрагетом, которого еще называют Острогота или Аустрагита. Эстрогот, Острогос и дальше при Гермонарихе в общем-то, так стал называться весь Киев, все Киевграде, весь киевский амфикционий, поскольку готы, по сути, уничтожив буса, уничтожив 70 князей, и, по сути, подчинили себе все Киевграде. Однако, в 375 году готское доминирование в Киеве и, в общем-то, готское название Киева и готский весь этот элемент в Киеве упразднен Роксоланским князем Валамиром. Еще ранее часть готов заселила древнее святилище и было сформировано поселение, которое получило название Архейм. Архейм в переводе с германского означает «дом истины», «дом Ария» или «дом Арэвачей». Так называлось то место, поскольку там находился храм Истанбога, которого, в общем-то, как и меня, имя Арий, и который был отцом как раз Кия, который основал Киев. И далее готы там поселились, готы тоже это поселение частично под себя подформатировали и, в общем-то, там существовали. Это готское поселение с 375 годом не самоликвидировалось, но постепенно оно, в общем-то, теряло свое значение и постепенно деготифицировалось, скажем так. Возникло другое название киевского амфиктиония, это Гуннигард или Славгород, то есть славный город, столица гуннской державы. Так, в частности, Киев именовался приблизительно от 375 года, то есть, когда Роксоланский, гуннский, великий князь Валамир изгнал готов. Также, во времена его сына становится популярным название Киева, как Киев-Урус. Ну, то есть, буквально Киев-Аорский или Киев-Оросский. Вот это как бы дополнение к названию Киева Киев-Урус, Урус, потому что тогда еще название Рос или Рус не было сформировано до конца, и тогда оно звучало часто как АОРС, ОРОС, УРУС, ЭРОС, и позднее вот это начальное гласное все редуцировалось и редуцировалось. Данный этноним, данное название как бы такого что ли сказать племени, только не в примитивном смысле этого слова, а в плане того, что это относительно небольшая по численности этническая группа, однако имеющая практически статус княжеской династии, хоть и несколько расширен в смысле. Вот это понятие сближалось с названием династии потомков князя Руса, более древнего князя, о том, что существовало имя Рус еще намного древнее, можете посмотреть даже по истории государства Урарту, где там как минимум парочка князей имеет имя Рус. И это еще в каких-то там восьмых седьмых веках до нынешней эры. Но это уже другая история. Итак, существует вот это название Киев-Урус. Оно становится максимально популярным в 380-х, 390-х годах нынешней эры и несколько сохранялось далее. Также некоторое время за Киевом фиксировалось название Каганград. Каганград, Княжий Град или Кенугард, если брать скандинавский эквивалент. Но как правило в большинстве САГ все-таки Кенугардом называется Гарич, а не Киев. И дальше, после всех вот этих новаторских введений Владимира, Ярослава и их союзника с подвижника митрополита Илариона, Киев также получает название Нового Иерусалима. Если московитики замахиваются только на тему Третьего Рима, наши тогда замахиваются на тему несколько более возвышенную, на тему этакой славянской Мекки, славянского Иерусалима, причем славяно-христианского Иерусалима, где сохраняются какие-то аспекты славянской культуры, где также как бы вроде как доминирует и христианство, хотя это христианство перешаманенное византийское с арианским. И в общем-то и в общем-то понимается точнее появляется понятие Руси в максимально расширенном смысле, где в Русь включаются и финно-угорские территории, и Болгария, и Польша, и Воложские земли, и Волжская Булгария, и вся степь. Но там уже получается Русь вступает в конкуренцию с Византией, которая контролировала Шелковый путь. Но это уже вообще отдельная история, которая также имеет в себе один из выходов на историю с появлением монгольского вопроса. И это максимально расширение термина Русь, когда к владениям Руси или к некой сфере интереса в Руси причислялась практически вся Восточная Европа и Северо-Западная Азия. Но это тоже проект, который относительно недолго просуществовал в каких-то тех же 980-х годах при Владимире. 980-х, 990-х годах при Владимире этот проект кое-как сформировался. Дальше Ярослав по-своему, еще Святополк по-своему пытался этот проект развивать. Ярослав по-своему взялся его развивать и с митрополитом Иларионом не плазил. Дальше какие-нибудь Всеволоды Владимиры Мономахи и другие они по большому счету поддерживали и пытались доразвить этот проект. Но слишком как-то его не модифицировали уже. Но случился инцидент с отколом суждальщины от владений Руси, что ослабило Русь. Русь сократилась в общем-то до Руси и Украины при Данииле Романовиче. Ну и дальше татаро-монгольское нашествие и уже было не до того, чтобы думать о том, как покорить просторы Азии, а уже пришлось формировать Речь Посполиту, чтобы противостоять Орде. И Речь Посполита во многом выкармливала Московию как элемент, который должен был дестабилизировать Орду. Но Московия Орду-то дестабилизировала, однако потом пошла дестабилизировать нас. Ладно, это уже вообще другая тема. И также за Киевом фиксируется название Куаб. Куаб, Куяб, Куав, Кааб, что в общем-то роднит название Киева с названием Каабы для мусульман. И интересно, что такое название за Киевом фиксируется как раз преимущественно в иудейских, арабских и связанных с ними источниках. Например, существует письмо собственно от киевской иудейской общины, которая датируется девятисотыми годами, где Киев называется Киооб. И дальше в арабских сочинениях того же времени Ибн Хаукаль, Истахри и другие они Киев называют Куяба. Ну и в общем-то обозначают, что Киев является центром русов. Также они упоминают Аславий, то есть Переяслав, и Артанию, Арсанию. Артания, Арсания это у них уже отождествление из Кростанской темы, Ирдынского острова и еще нескольких. Но это тоже следует отдельно распутывать, отдельно изучать. И сейчас я этим заниматься не буду. Карты с упоминанием Киева с времен Клавдия Птолемея есть. исторические упоминания, поскольку если захотите вот эту всю тему, как Донпарштад, Киав-Урус во времена Балтазара, Архейм, Хольмгард, Азагарий, Самбатос, все это вы можете погуглить в интернетах, в общем-то, все указания на первоисточники всех этих упоминаний, то есть это не что-то такое секретное, это не что-то такое никому неизвестное, это не что-то такое, что, чтобы изучить, нужно всю жизнь потратить. За вас уже потратили свои жизни, свое время историки, ученые, потратил свое время я, чтобы это все вам преподнести и так или иначе осмыслить. Вам достаточно просто с этим ознакомиться и дальше поискать дополнительные материалы для, так сказать, личного развития в интернетиках. Но можно сказать, это лишь как бы упоминание а что археология. По археологии, например, можно вспомнить, что в 1846 году при строительстве жандармейских казарм был найден клад из 82 римских монет 1-го 3-х веков. Там монеты от Октавиана Августа до геты. Далее на Аболоне при постройке дома в 1876 году был найден клад из 200 монет, большинство из которых были отчеканены в Антиохии и Писидии. Писидия это область Малой Азии. То есть это римские и околоримские сателитские монеты. Там есть упоминания изображения императоров Филиппа, Констанция Второго и других. То есть это приблизительно 244-е 360-е годы. Что соответствует в общем-то Донпарштату. Далее на Старокиевской горе найдены монеты принадлежащие Анастасию Первому и Юстиниану. Это 491-е 565-е годы. Далее в 1876-м году возле Иорданской церкви был найден клад, в который входило серебряный абасинский дирхем халифа Абу Джафара Эль Мансура. Отчеканенный данный дирхем в 764-м году. Из этого мы видим, что присутствуют монеты Октавиана Августа, присутствуют монеты следующих римских императоров. И вот так мы от 1-го века доходим до 3-го, 4-го, дальше 5-е, 6-е века. А это уже 8-й век. Середина 8-го века нынешней эры. Из этого мы видим, что в общем-то на территории Киева постоянно пребывали монеты. Что значит была торговля? Торговля, монеты, как правило, это все скапливается в крупных городах. То есть Киев, чтобы в нем все вот это существовало. А еще в археологии есть такое понятие, что от того, что в реальности существует, археологию выпадает лишь около 2%. То есть если найдено 200 монет, соответственно, нужно понимать, что это всего лишь 2%. 2%. От соответственно монет, которые были, условно говоря, там в какой-то период в обороте на территории, которые попадали на территорию Киева. Ну и в действительности из истории мы видим, что да, город столичный. Больше того, это даже не один город, а это совокупность рядом находящихся мелких городов, которые вместе формируют такое вот граде. По-гречески это называется амфиктионий. В общем-то. Ну и московитики пользуются такими сведениями. Археологи неплохо вот это все дело поняли, что Киев начально не был одним таким огромным городом, а был совокупностью мелких городков. Поэтому московитские историки, чтобы унизить Киев, пытаются говорить, что нет, типа, если так, то значит давайте отсчитывать историю Киева только от того времени, когда он уже из градя превратился в мегаполис. Но это несколько тупо, поскольку Баспор в состоянии амфиктиония не просто существовал, а как бы и был государством и играл важную роль вообще в мировой торговле, а и в политике, в расстановке сил при Черноморье. И при этом он не был единым таким огромным мегаполисом, а был градем. Кусок Баспора находился на востоке Таманского, на западе Керченского полуострова. И нормально. И жили так вот. Ну, а Киев так же сам и находился на двух сторонах Днепра. Большая его часть всегда находилась на правой стороне Днепра. Но это тоже амфиктионий, как бы такой принцип был у древних славян. И вообще не только даже у славян, это еще стрепольской культуры, это принцип, что нежелательно, чтобы были поселения слишком большие. Лучше много мелких, а если нужно сформировать столицу, то пусть столица состоит, условно говоря, из десятка мелких городишек, каждая из которых все-таки будет сохранять некоторую огромность. Ну, а с другой стороны, а сейчас разве не так? Сейчас крупные города имеют районы. Вот попытайтесь сказать, что, не знаю, какая-нибудь та же самая Москва-Ква это не город, потому что она состоит из разных районов. Тупо, но почему тогда такую логику применять к Киеву? Ладно, еще есть упоминание польского историка и дипломата Матея Стройковского, который относится ко второй половине 16 века, но он сообщал, что якобы читал киевскую летопись начала 11 века, которую вывез из Киева в 1018 году польский король Болеслав Первый Храбрый. В этой летописи говорилось, что укрепленный город на месте Киева существовал уже с 430 года. Ну, то есть, видимо, здесь имеется в виду как раз какое-то переформатирование Киева во времена уже, собственно, гуннской династии. Существует и достаточно неоднозначное свидетельство советского и российского академика Бориса Рыбакова в его работе «Город Кия». Там он пишет «Историческое значение многочисленных киевских монетных находок значительно шире, чем только констатация торговых связей этого участка Приднепровья с Римской империей. Если мы взглянем на общую карту монетных находок римского времени в Восточной Европе, то увидим, что место будущего Киева самая северная точка массовых нумизматических находок. Следовательно, здесь кончалось какие-то южные торговые пути. Здесь, очевидно, велся широкий торг с более северными племенами. Здесь, среди Бора Великого, вдали от опасных степняков, укрывали полученные от римлян сокровища. Другими словами, место будущего Киева, носившее тогда, разумеется, какое-то другое название, уже в первые века нынешней эры выделялось из среды других, стало отмеченной точкой на карте Восточной Европы. Ну, то есть, он, по сути дела, подтверждает вот этим высказыванием все, что я, в общем-то, в этом кратком размышлении изложил. Так что, на минуте, пожалуй, и завершу. Небольшое послесловие. Я на своем канале уже год делаю, больше полтора года уже делаю планомерные видео касательно собственных аспектов нашей истории. Кемерийцы, Баспор, Гунны, Сарматы, Скифы, вот это все. И, поскольку человечишки, они такие ленивенькие, и они как бы не ленивенькие, чтобы мне написать комментарий с какими-то гадостями, или с тем, что я во всем не прав, или с тем, что а это непонятно, а то неизвестно, но они ленивенькие с тем, чтобы в общем-то самим как-то полазить по моему каналу, посмотреть, какие материалы еще есть. А есть материалы по Баспорскому царству, по Кемерийской династии, по Персидской Ахименистской империи, по тому же самому Урарту и так далее. И понятно, что когда я дальше что-то записываю, что-то рассказываю, я рассказываю, исходя из той картины, истории, которая у меня сложена в мозгах, и разные аспекты, которые я вот периодически так или иначе излагаю в каких-то материалах. понятно, что ни в каком отдельно взятом видео все вот это, что я излагаю полтора, даже больше года, а еще у меня были предыдущие всякие занятия, еще всякие материалы, ну ладно, то можно пока даже не трогать. Вот, в общем-то, учитывая, что Путин перед полномасштабным нападением взялся еще за нашу историю, я, в общем-то, вот это все отчасти делаю для того, чтобы объяснить реальную историю, чтобы такие черви, как Путин, не могли ее искажать. И, в общем-то, я разные вот эти всякие темы излагаю, излагаю, но, как бы, все это сжать невозможно. Это огромные объемы, огромные материалы. Как сказать? Конечно, можете под каждым видео задавать вопросы на те темы, которые я разбирал ранее, но тут есть вероятность, что я на них не отвечу, или как-либо напишу вам в стиле того, что вы, в общем-то, не такие, как мне бы хотелось, мягко говоря. Ну, или проигнорирую. Или вы вообще, вместо того, чтобы помыслить, осмыслить и так далее, напишите мне в стиле какой-то претензии, как сейчас один пишет. Ой, а шо это князья там на этих, на московитов похожи, почему у них бороды? А вот если бы этот человек посмотрел бы предыдущие материалы по Баспорскому царству, по Скифам, ну, вообще, даже если бы он шире думал, он бы понимал бы, что борода растет отнюю только и не столько у московитов. Дело в том, что, да, вот эта тема с усами и чубами это то, что у нашего народа хоть и встречается на протяжении тысячелетий, однако, в конце концов, и представители любого другого народа при желании также можно побрить, а с другой стороны, как бы, ну, все равно же у нас от природы борода и усы все это растет, поэтому, как бы, не стоит вот так вот очень быстро московитам отдавать и приписывать какие-то более широкие темы. Баспорские князья носили бороды, хоть и не длинные. Допустим, длинные бороды у некоторых скифов были, у того же Анхарсиса, но к московитам они не имеют никакого отношения. Чубы, усы, это было у многих выселок с нашей территории, у некоторых иранцев, у хетов, у кельтов, даже у готов. Они, пока были в Северном Причерноморье, переняли от нас эту тему, а дальше аж в Скандинавию занесли. Но как бы было, ну и хорошо. А были и другие темы. И в каком-то из видео я приводил изображение печати Ярослава Владимировича, который мудрый, и там, если взять версию печати, которая плохого качества, кажется, что у него всего лишь усы. Если взять версию печати, которая чуть лучшего качества, видно, что там у него и борода вообще-то есть, пусть и мелкая. Поэтому снова же. А человек мне уже претензию на канале написал. Вот что мне делать? Разжевывать каждому такому претензенту. Или всех вместе посылать к Серешину там, или, не знаю, к Путину в бункер. Как бы что-то не вариант, что-то не вариант. Больше того, а разве с чего вы достигнете, если просто я буду вас игнорировать или посылать куда подальше? Ничего. Поэтому давайте лучше проявляйте какую-то осознанность, сами листайте. Может быть, перед тем, как что-то меня спрашивать, полистайте хотя бы по последним видео, может быть, там будут ответы как раз на ваш вопрос. Надеюсь, в общем-то, на ваше понимание, успехов и истинного развития. Здравия и процветания всем достойным того, а не достойным, ну что ж, можно пожелать лишь истления. Сейчас речь пойдет, речь пойдет, да в принципе она могла бы пойти о многом, но пойдет как раз о том, чего бы лучше не было. Пойдет о одном человеке, который начал под моими видео писать достаточно глупостные, однако для многих россиян достаточно стандартные такие вот глючности. В принципе, если бы тут шла речь всего лишь об одном человеке, который всего лишь один раз написал мне гадость, то как бы, ну что ж, я не какая-нибудь там, словно говоря, маленькая девочка, которая будет обижаться и жаловаться, как плохо мне гадость написали. Но дело в том, что с подобной гадостью московиты носятся, как, пожалуй, с высшей ценностью, которая у них только есть. И методичка эта достаточно стандартная, и писали, и говорили это далеко лишь не только мне. Я наблюдаю за рядом наших блогеров и тех, которые касаются исторической темы, и те, которые общаются с россиянами в общем на политические темы. И естественно, я замечаю, когда идут повторяющиеся мотивы. Когда вроде бы разного возраста, разного пола, разного какого-то социального положения и так далее, разные, казалось бы, люди высказывают приблизительно одни и те же претензии, одни и те же глюки. В каких-то случаях это можно объяснить распространением общих каких-то глюков среди народа населения, а в других случаях это можно объяснить и некой методичкой, неким алгоритмом глюков, которые им предписано воспроизводить. При этом, видимо, тот, кто составлял эту методичку, имеет базовое представление о истории, поскольку как раз требует в общем-то то, чего как бы и нету. вы можете видеть сейчас собственно что было написано. Начинается его претензия с того «Ну и историк, неудобные факты это вранье, остальные притянем за уши к величию Украины, ну давай покажи мне хотя один документ хотя бы середины девятнадцатого века, в котором указана Украина, ну монету хотя бы где есть царь Украины или князь Украины, удачи в поисках, ну и смайлы обозначающие насмешки. Что в этом не так? Дело в том, что как бы по идее он пытается поставить под сомнение существование Украины в древности, пытается соответственно как бы таким вопросом навести на то, что нет доказательств, что был царь Украины, соответственно не было царя, не было Украины, соответственно Украину придумал Ленин и все. Вот в принципе в духе той же самой российской пропаганды. Но он если бы составлял это от себя, он написал бы допустим а укажи хотя бы одного древнего правителя Украины, а укажи хотя бы какой-нибудь древний город Украины, ну или что-нибудь в таком духе. Тут же он конкретно пишет то, чего не было. то есть ему нужен царь Украины, монета Украины, ну или хотя бы князь Украины в 19 веке. Любой человек, который имеет хотя бы базовое историческое образование, хотя бы школьное, тем более если он учился где-то дальше, то 100% он знает, что в 19 веке земли Украины были в составе в основном Российской империи, но также в составе некоторых других стран. Все, никакого царя Украины не было, никаких монет Украины не было, ну и как бы по такой логике Украины не было. Но если по такой логике то не было еще огромного количества европейских стран, которые в разные исторические периоды соответственно могли иметь свое собственно независимое государство, могли быть в какой-либо унии с другим каким-то государством, с другой монархией, могли быть разделены. Все это у европейских государств было, все это на разных исторических этапах было даже у Франции, это было даже у Германии. Германия это одна из, наверное, самых поздних европейских стран, которая долгое время никак не могла собраться до кучи. Хуже будет дело обстоять только с Российской Федерацией, когда имперскость этой Федерации разрушится. тогда, конечно же, случится внутренний коллапс, но то уже другая история. Тоже история, так сказать, которой только лишь предстоит состояться. А вот, собственно, то, что в истории имело место, так, собственно, вот те же Габсбурги. Какой страны Габсбурги были монархами? Если в их владениях соответственно была и Австрия, и Испания, и многие другие страны, и можно ли тогда говорить, что Австрия захватила Испанию, или говорить, что Испания захватила Австрию? Я сейчас не говорю уже про такую интересную штуку, которая называлась Австро-Венгрией, то есть, когда как бы у империи было два титульных народа, которые как бы были носителями этой империи, при том, что монархия этой империи это вообще отдельная история. То есть, с старинным понятием о государстве государственности все достаточно сложно, и вот таких достаточно простых государств, как сейчас, когда вот есть некая территория, населенная неким народом, и вот эта территория принадлежит, условно говоря, своему государству, такого огромное количество лет и даже тысячелетий не было. и этого не было как в истории Украины, этого не было так в истории многих других европейских стран. По сути дела, все современные европейские страны это тот или иной продукт уже политических событий в 18-19 веках. Но а разделенность Австрии и Германии, можно сказать, что это данность соответственно событиям Второй мировой войны. Поскольку если бы не Вторая мировая война, если бы Германия как-то по-мирному сосуществовала бы с западными странами, то вполне возможно, что Германия могла бы объединиться с Австрией достаточно мирным каким-то таким способом и никто в общем-то не был бы против. Так же само, как европейские страны не были против, когда в свое время объединились соответственно две части Германии. То есть поэтому тут все интересно и все сложно. И у Украины были свои разделенности, были свои объединения. И в общем-то тот факт, что даже закарпатская часть Украины, несмотря на то, что она находилась в политическом смысле отделеннее всего от основной Украины, но даже там сохранились в общем-то украинские этнические особенности. Это во многом также показывает то, что украинцы как народ сформировались достаточно давно. И то, что их обособленность от других народов была достаточно сильной и достаточно в общем-то однозначной, что не дало украинцам раствориться соответственно в других народах. Ну например, не дало смешаться с словаками или поляками или влиться в румынские народы соответственно. Кроме того, если брать допустим карту Киевской Руси вообще времен ее каких-то начал и там можно найти даже спор Киевской Руси с Польшей за так называемые червенские города. И если как бы сравнивать ту карту с картой нынешней Украины и Польши, то как раз будет видно, что граница Украины и Польши она в принципе на протяжении практически тысячи лет с некоторыми незначительными колебаниями на запад или на восток, ну плюс-минус она проходит по тем же основным позициям. то есть как бы отличия между украинцами и поляками они начали формироваться еще задолго до этого и дальше уже хоть украинцы и поляки долгое время были в составе Речи Посполитой и фактически смешивались фактически представляли с собой граждан одной и той же страны по сути в некотором смысле даже один народ но все равно языковые культурные и другие особенности также не дали ни полякам раствориться в украинцах ни украинцам слиться с поляками и в общем-то граница плюс-минус осталась по тем же очертаниям что нельзя сказать о границе с Московией потому что если даже в начале 20-го столетия украинцы жили в прямом смысле Витсяну до Дону в прямом смысле в некоторых местах даже до Кавказа и Каспия то есть Кубань была конкретно украинской то уже в середине 20-го века и под конец 20-го века Украина это уже вот ну только лишь Украина в границах 91-го года ну а далее московиты пробуют от нас отгрызть и Крым и еще другие части Украины то есть вот как раз граница с московитами это та это та часть границы Украины где Украина постоянно теряет свои территории теряет свое народонаселение теряет свои силы и свой потенциал вместо того чтобы его как-то накапливать и приумножать а что касается границы с поляками хоть взаимопроникновения были колоссальными особенно во времена речи посполитой но отличность украинского и польского народа не дали все-таки народам как-то взаимоассимилироваться и раствориться друг в друге что в общем-то показывает о том что украинцы как народ сформировались достаточно и достаточно давно ну как в общем-то и те же самые поляки и поляки если так разобираться то тоже не имели своего государства фактически до того же двадцатого века поскольку если брать речь посполитую то речь посполитая это соответственно государство не только лишь поляков а это государство в которое входило и королевство польска и великое княжество литовска и княжество руси и в общем-то королевство Галиция то есть достаточно так как бы много и административно территориальных единиц и в этническом смысле народов конечно же до этого всего существовало просто королевство польска у польского народа ну так и у Украины существовала Киевская Русь как в общем-то прямой предшественник Украины и если в общем-то берем эти данные то что этот человек пишет что какие-то неудобные факты это вранье какие неудобные факты это видео состоит из фактов из анализов карт из моих размышлений из всяких вспомогательных данных которые я вспоминаю но в основном это анализ карт и да на многих из этих картах заметьте ни на одной карте ни на двух картах ни даже на десяти картах а наверное на сотне карт упомянута Украина упомянута Украина в территориальных реалиях которые плюс-минус соответствуют тому что сейчас называется Украиной это карты 14 века и это карты 15 века и это карты 16 века и это карты 17 века и по-моему даже карты 19 века есть ладно допустим только лишь 18 века допустим сейчас чуть-чуть еще поотматываю чтобы посмотреть какого года эта карта потому что на ней Украина упомянута да это 19 если это она это 19 век пусть и начало 19 века но все равно то есть получается с 14 по 19 век существует множество европейских карт и российских карт и всяких других но в первую очередь это европейские карты даже если они и заказывались какими-то российскими монархами даже если они использовались позднее в российской в Москве и потом в российской империи все равно они изготовлены и в западноевропейской традиции и в общем-то западноевропейскими специалистами а не какими-нибудь московитами и так или иначе это множество карт я их привожу с определенного сайта вот на протяжении 5 часов и 11 минут начиная от буквально древнейших каких-то анализирую карту Птолемея где упомянута еще Украина как европейская Сарматия где упомянуты другие разные страны вот репейские горы которые недалеко где-то от Крыма репейские горы соответственно и река Танайз здесь где-то репейские горы из которых течет река Танайз то есть как-то так она видимо по представлению картографа и тут проживают Роксоланы и другие народы в частности между Бастарнами и Роксоланами по сведениям Клавдия Птолемея проживали соответственно гунны которые некогда завоевали большую часть Европы и держали в страхе и западную и восточную римскую империю возможно вот это вот эти чуник кхуни это те самые гунны имеются ввиду ну так или иначе да на карте есть ряд ошибок здесь гунны обозначены севернее чем невры что вообще глюк глючнейший поскольку невры это балты а гунны это все-таки степное население а от украинской степи до территории прибалтики все-таки достаточно далеченько поэтому да у картов есть свои нюансы у картов есть свои минусы что вы можете то проверить а правду ли я говорю или я вру может я вру может быть я сам нарисовал эти карты все карты Сам все придумал и вот вру Может их КГБ нарисовало Хотя это в общем-то мне пишут агенты КГБ Поэтому им себя же обвинять не стоит Но они обвинят в этом, соответственно, украинские какие-то службы Или обвинят в этом МОСАД Или обвинят в этом, не знаю, Ватикан, масонов, иллюминатов и всех вот этих Ну так или иначе И вот он пишет, что, соответственно, какие-то неудобные факты, которые враньё Что, где, ну покажи Я на протяжении пяти часов рассматриваю десятки карт, наверное сотни Напиши мне, какая именно карта, это не то Остальное притянем за уши к величию Украины Что притянуто за уши? Карты, на которых изображена Украина, где описывается Украина на протяжении тысячелетий Это притянуто за уши к величию Украины А что здесь как бы такого чего-то более экстравагантного Чем описывается, допустим, территории той же самой Анатолии Или территории Колхиды Или территории, допустим, Дакии нынешней Румынии Всё это также есть на тех же картах и того же Клавдия Птолемея И других античных и средневековых картографов Как бы Просто да, эти регионы были издревле в поле зрения античной цивилизации И были в непосредственной и связи с античной цивилизацией И вот есть те или иные свидетельства, которые об этом говорят Что же здесь, так сказать, удивительного, что же здесь, так сказать, неправда Что же здесь притянуто за уши Или просто этому человечку было лень даже слушать, о чём я говорю И он просто написал мне стандартную бредятину Которую ему выдали в штабе и сказали писать под всеми видео украинских историков Типа слушал, не слушал, читал, не читал Но вот этот бред базовый напишет Плюс-минус, может быть, что-то вырежет, что-то допишет В зависимости от того, о чём данное конкретное видео или данная статья Именно так Именно потому что вот подобная формулировка претензий В разных вариантах я её видел уже на ряде сайтов И я её слышал от разнообразных деятелей, которые пытались критиковать украинских блогеров И Маразенко, и Vox Veritas, и других Сами эти блогеры, конечно же, пытаются как-то московитам вправить мозги, рассказать, как оно есть И те московиты, которые вменяемые, которые в генной памяти которых всплывает Русь, всплывает славянское, что-то светлое и праведное Они слушают, они принимают и критику своей страны И понимают, что, да, нынешняя Российская Федерация Это триумф каннибализма, как в идеологическом, так и в прямом смысле слова И они со всем этим согласны, они это понимают Они хотели бы что-то изменить в своей стране Но часто не знают и не понимают, как И им не хватает смелости, чтобы что-то сделать Поэтому, по крайней мере, они слушают Те же, кто являются агентами российских спецслужб Они пишут, в частности, такую вот бредятинку Которую с небольшой редакцией Лепят абсолютно к самым разным украинским исследователям и исследованиям Я же этому человеку Я его не посылаю вслед за российским военным кораблем Я ему не говорю вообще ничего плохого Я, по сути, даже наоборот рекомендую ему Как ему оптимизировать свою деятельность Пусть передаст начальству, что данная методичка уже устарела Это в действительности так Уже то, что они все как под одну копирку это все говорят Это уже видно, это уже не смешно, это уже не интересно Если бы разные такие московитские деятели предоставляли разные претензии Было бы чуть интересней Этот мог бы просто прокритиковать меня за то, что я слишком нудно рассказываю И за то, что у меня слишком длинное видео И как бы все Это идеальная была бы про меня критика Ну, может быть, еще бы что-то сказал Еще бы сказал, что я мало доказательств привожу Ну, не знаю Ну, что-то он мог бы получше постараться Чем то, что он не влепил стандартную Свою претензию из ФСБшной методички Ну, так или иначе Дальше я ему говорю, что и документов вполне достаточно Ну, и в частности А какие документы еще нужны, если я пять часов листаю карты На которых так или иначе упомянута Украина В каких-то случаях она названа Рутенией, Сарматией, Руссией Но, так или иначе, там на множестве карт Открыто, вполне конкретно Вполне безапеллиативно И, несомненно, написано Украина Так, как бы, что не так За XIX век не было у нас ни монет, ни царей Я ему это пишу, так как он это и так знает Если у него есть хоть минимальное познание в истории Он это знает Если ему или тому, кто составил для него эту методичку Хватило знаний для того, чтобы указать именно XIX век То 100% они хорошо знают, что в XIX веке Земли Украины большей своей частью были в составе Российской империи Именно поэтому на XIX век А не на какой-нибудь XVI, XV и не на X век Они ссылаются Дальше я ему пишу Ну вот, если брать другие времена Например, Скифия, например, Баспор Например, Сарматия, Аорсия, Расколания, Антия, Куявия, Киевская Русь Конфедерация княжеств Киевской Руси Дальше, соответственно, земли Украины в составе В первую очередь это Королевство Руси и Украины В которую вошла большая часть земель Украины Но также некоторые земли Украины вошли уже в состав других государств И дальше большая часть Украины входила как раз в состав Речи Посполитой Двумя частями В виде Руси в составе Великого княжества Литовского И в виде Галиции Которая издревле также называлась Русью Которая входила в Королевство Польское Позже возникает Запорожская держава Которая так часто и называлась Казаки, государство казаков Или Украина, страна казаков И глава такого государства это Гетман Собственно, временный глава И там тоже с устройством государства казаков все сложно И дальше государство казаков взяло под контроль Часть тех территорий Украины Которые входили в состав Речи Посполитой И так возникла Гетманщина Которая какое-то время была практически независимым государством На карте Европы А дальше она Вследствие несмотрительных действий Хмельницкого И противоречивых действий казачьих разных деятелей Гетманщина попала под зависимость от Москвы Но как бы Гетманщина не исчезла Гетманщина еще долгое время Еще столетие Была как Такое Автономное образование В составе Москвы В составе Российской империи И дальше как только Российская империя начала угасать Украина восстановила себя как УНР Украинцы на Кубани провозгласили Кубанскую народную республику Которая должна была воссоединиться с УНР А украинцы на территории Западной Украины Которая до тех пор входила в состав Польши Провозгласили Зуэнер Западноукраинскую народную республику В общем-то Украинцы Закарпаття провозглашали Закарпатскую Русь Или Закарпатскую Украину По идее Если бы История сложилась по-другому Если бы Коммунисты не Переделали Российскую империю Не начали захватывать Все ее былые владения То в общем-то Украина могла бы утвердить свою независимость И сама без содействия каких-либо условных Сталинов Могла бы сама соединить под своей властью все свои былые территории Но тогда в состав Украины входила бы и Кубань Вопрос Сталин подарил нам что-то Это вопрос Это претензия С которой периодически Московиты вылазят и говорят Ну вам же Сталин подарил Соответственно западные территории Скажу Не черта Сталин Просто с Гитлером Когда делил Польшу Он выбрал В свою сферу Раздела Польши Именно те территории Которые были населены Этническими украинцами По крайней мере По большей части Почему он так выбрал Все очень просто Для того чтобы все украинцы были объединены под Советским Союзом И для того чтобы не было соответственно у украинцев возможность смотреть на своих западных сородичей Которые живут лучше и как-то думать о том чтобы соединить усилия с ними Кроме того в любом случае Сталину нужно было человеческое народонаселение Человеческий ресурс И Сталину были нужны земли Сталину в принципе было все равно как это обосновать Сталину главное было это захватить Ну а соответственно переложить это в ту или иную из своих рук Это уже как бы все равно В составе Советского Союза Украинская СРСР По сути дела была чисто марионеточным Чисто номинальным государством Которое да номинально имело все признаки независимого государства Кстати да независимого государства Потому что коммунисты которые оккупировали ОНР Если бы они наглую включили Украину в состав РСФСР Они столкнулись бы с массовым народным недовольством С массовыми восстаниями и так далее А так они провозгласили что они как бы сохраняют за Украиной независимость Ну а теперь Украина как бы в составе коммунистического вот такого союза Да и сам Советский Союз всю дорогу назывался именно не империей А союзом И провозглашалось что Украина как бы была не захвачена А добровольно присоединилась Хотя все это было ложью Хотя все это было в точности да наоборот Но по крайней мере декларативно даже Сталин понимал Что ему выгодней поддерживать по крайней мере декларативную независимость Украины Чтобы как бы украинцев обмануть Ну и потому что Украина имела право на самобытность На независимость и на самоопределение Собственно Сталин же не начал создавать какую-нибудь Не знаю петербургскую республику Просто потому что ему хотелось поделить Россию Нет Сталину наоборот хотелось укрупнить Россию Сталин наоборот по сути так перестроил Советский Союз Что он стал очень централизированным государством Где номинальная независимость республик была всего лишь номинальной И в общем-то в любом случае земли заселенные украинцами Которые до этого когда-то входили в состав Австро-Венгерской империи В состав Речи Посполитой В любом случае они должны были воссоединиться соответственно с основной Украиной Ну и да для коммунистов было выгодно как бы себе приписать лавры от этого воссоединения Но делалось это не для того чтобы украинцам что-то подарить Больше того украинцам не подарили пустые незаселенные территории И сказали типа дорогие украинцы заселяйте там территории это будут ваши Украинцам как бы просто узаконили воссоединение Украины И то сделали это настолько криво и настолько жалко Что после этого еще прошлась война которая серьезно выкосила народонаселение В общем-то Украины как из основной так и с присоединенной части Но данные пропагандисты всего этого не учитывают Ну и дальше соответственно я ему пишу И давайте покажите мне монеты царей Эрфляндии Страны андрофагов Например времен Скифии и Сарматии Покажите сооружения в Москве Которые строили во времена построения Софии Киевской Ведесецветинной церкви в Киеве Покажите например московских каких-либо ровесниц Какие-то учебные заведения которые были ровесниками Киево-Могилянской академии Ну или как вариант могли бы показать московский аналог конституции Пилиппа Орлока То есть у нас есть такое явление как конституция Пилиппа Орлока Это одна из древнейших конституций Которые вообще собственно были известны в европейской истории Что в этот момент писали в Москве А в этот момент в Москве вообще по большей части народ был безграмотный И не умел писать Писать по сути дела умели лишь какие-то московские правители придворные Ну и те украинцы которые туда выезжали В частности христианское духовенство Ну и соответственно какие-то европейцы Которые или были послами своих стран в Москве Или временно поступали на службу московских правителей И таким путем работали Вот эти все писать умели Но сами московиты и даже народы захваченные ими в большинстве своем Писали очень мало, очень плохо И часто даже расписывались какой-либо закорючкой Не имея познаний даже как написать собственное имя Поэтому куда им писать конституцию И как бы из чего у них вообще произрастет сама возможность Построение каких-либо конституционных отношений между правителем и народом У них этого отродясь не было Для них это было чуждо А у нас это было И заметьте Что мне предъявили в качестве претензии Что мне предъявили в качестве критики Мне предъявили аморфную хрень Аморфную хрень Мне предъявили просто бессмысленный бред Давайте сравните вот это И сравните то, что я ответил данному критикователю Его первое предложение Ну и историк Неудобные факты – это вранье Остальное притянем за уши к величию Украины Ну давай покажи мне хоть один документ Хотя бы середины девятнадцатого века В котором указана Украина Ну монетку хотя бы Где есть царь Украины Или князь Украины Удачи в поисках Вот это вся его критика Критика абсолютно не фактологическая Абсолютно не системная Он под огромным пятичасовым видео Написал мне вот эту хрень Которую как бы Я не то что опровергнуть Которую даже разбирать на запчасти очень тяжело Ввиду ее неструктурированности Я же ему отвечаю по пунктам Первый пункт – это общий анализ и рекомендация по поводу его Вот этой вот методички, которую он внедряет Дальше я пишу, что и документы есть Например, карты, приводимые в этом видео Дальше я соглашаюсь, что да, за девятнадцатый век у нас В общем-то Не было ни царей, ни монет Это правда Это правда Но, соответственно, если брать другие времена То у нас все было И если брать то, что у нас Были скифские цари, которые чеканили свои монеты И на нашей территории было Боспорское царство Которое также чеканило свои монеты И на нашей территории была и Тира, и Ольвия, и Херсонес Которые также чеканили свои монеты А это города, которые И Боспор как государство Это государство, которое современник многих греческих государств Какой-нибудь Македонии Или, соответственно, города, которые являются родичами И современниками Милета и других, в общем-то, греческих городов Поэтому, как бы, монеты у нас были Да, не 19 века И да, на тех монетах не написано Украина Я позже покажу некоторые скифские монеты Дело в том, что на них даже не написано Скифия На тех монетах, как правило, написано просто имя царя И написано, что это царь И все Поэтому этот царь мог быть царем Украины Царем Руси Царем Руси-Украины Царем Скифии Царем Кимерии Сарматии У него титул мог быть какой угодно Но на монете изображен не его герб А, как правило А изображен лично он И подписано лично его имя И то, что это царь И все Как бы, я по определению не мог бы показать Тогдашние монеты царя Украины Даже если бы тогда Украина называлась Украиной Потому что тогда на монетах не писали название страны Название, как бы, не то чтобы даже название А понимание того, к какой стране принадлежит данная монета Определялось по тому, какой князь изображен на данной монете Если изображен царь Атей То понятно, что эта монета не македонская и не афинская Поскольку эти государства враждовались Атеем Понятно, что это скифская монета Поскольку Атей был скифским царем Но это понятно только историкам И людям знакомым с тем, кто такой Атей И как бы, что и как Потому что так на монете не подписано Что это монета скифского царства Это монета лично царя Атея Поскольку именно царь Атей является носителем И, по сути дела, главным элементом своего государства А дальше государство уже строится вокруг него Таковы были, в общем-то, представления о формировании государства у древних И это было даже во времена князя Владимира Князь Владимир не писал Я царь Руси, я царь Украины и все дела Он писал Князь Владимир, а это его серебро То есть он подписывал, что монета принадлежит Владимиру То, что Владимир великий Владимир креститель Владимир красносолнышко Это уже те эпитеты Владимира Которые известны из летописи Известны часто из источников с других стран Но на монетах ничего такого ни разу вообще не подписано Так что с монетами, на которых было бы написано Соответственно, царь Украины Вообще все сложно По определению И этот, вот этот критикователь должен был это знать Когда писал мне свою бредятинку Поэтому я отвечаю по пунктам Также я предлагаю ему Чтобы он как бы доказал что-то касательно своей Любимой матушки России, так сказать Но если он хорошо знает историю Он же должен хорошо знать не только Как он считает неудобные факты из истории Украины А он же должен, наверное, звонать хорошо и историю своей страны Он же должен, наверное, гордиться своей страной И иметь что такого великого сказать про свою страну И когда я ему говорю А давай скажи что-нибудь Где монеты ваших предков, андрофагов во времена Скифии Когда у нас был царь Атей, царь Иденфирс, царь Ариант, царь Ант Царь Таксакай, царь Ишпакай Еще множество скифских царей Где у нас было множество боспорских царей Это и Археонакт, и Спарток, и Пересад, и Левкон, и Сагаурий И Сотир, и Селевк, и Пересад следующий И Митридат Евпатор, и Аспорук, и Рхескапариды, и Саврамат И еще множество тоже боспорских царей Гатал, Фарзой, Инисмей, Евном Еще множество сарматских царей Радамсадр, Хескапарид Этот самый Распарган Еще множество Раксаланских князей Балтазар, Улдин, Харитон Рус, Маждак, Влад, Атила И еще множество князей Раксаланской династии Когда она уже подчинила себе большую часть скифии И стала известна как Гумская династия И дальше та же самая династия Идоризовичей Которые позднее уже правили Руссию Династия, например, тех же самых древлянских князей Последним из которых был князь Мал Который, в общем-то По приказу которого, в общем-то, убили Князя Игоря Киевского И относительно князя Мал Это был древлянский князь Но у него на службе также было множество варяг И интересно, что варяги, которые были у него на службе Которые убивали Игоря Некоторые из них потом бежали в свою Скандинавию И там о них осталась даже память То есть из западных источников Мы даже знаем точные имена людей Убивших князя Игоря Настолько это все было связано И как бы, несмотря на то, что варяги В качестве таких частных военных формирований Служили даже в древлянском княжестве Но несмотря на это все В древлянском государстве была своя династия Сейчас археологи исследуют страну белых хорват И там оказывается, что также были старинные города И если брать историю Галича Который когда-то назывался Кенугардом Или Кагангородом То также понятно, что это город Который был столицей Достаточно мощных государственных формирований Все это части истории Украины И даже крещение Руси Это частный факт из истории Украины И до Владимирского крещения Руси И Аскольд, и Ольга, и Боспорские цари И некоторые анские цари Гермонарих Также в разных вариантах пытались внедрять На территорию Украины христианство Это было И это также касается территорий именно Украины А не территорий Московского Залесия В Московском Залесии Все это время Пока киевские князья ходили на Константинополь На территории будущей Москвы Усиленно квакали жабы Возможно переквакиваясь С мошками Которые летали над московскими болотами Вот это отличие территорий Где, так сказать, квакала царевна жаба От территории Киева Где были поселения на холмах Где сформировался киевский амфиктионий Где были очень древние поселения И даже поселения, построенные по римской планировке Что говорит о том, что Или буквально Торговые представители Римской империи Жили и имели одно из поселений Буквально прямо в Киеве, можно сказать Ну или, по крайней мере, это доказывает Очень сильные, очень тесные контакты Древних киевлян с Римской империей Если трактовать это как то, что Просто одно из поселений будущего Киева Было построено римскими архитекторами Все равно это означало, что То поселение было очень важным И окружающие поселения Также должны были бы быть очень важными Поскольку, как бы, римляне не ходили по миру Строить не пойми что, не пойми где Все это было, все это части истории Украины Скифия это также часть истории Украины И скифы, как те, кто отличаются Как от эллинов, так и от варваров Упомянуты даже в Евангелии Куда уж так сказать дальше Что по этому поводу можно сказать Относительно Московии? А ничего Дальше он лукавя пишет мне Какие именно документы И где монеты Покажи именно документ Где написано Украина Карты это полный бред И неизвестно какой иезуит нарисовал Для чего и почему Покажи мне, я князь сия Украины И вот мои монеты Где такое? И еще Отправляйся, коты, в лавру Возьми в руки Часослов и прочти Там пишется Это было напечатано По офистории в начале 17 века И Киев Тогда был под Польшей Вот А потом подумай Что ты втираешь Что я втираю? Хороший вопрос Втирают обычно мази Какие-то другие, возможно, средства Но сколь мази от безумия До сих пор не изобрели То я данному комментатору Ничего не втираю Я провозглашаю определенные сведения Ссылаясь на старинные документы Карты, приводимые, соответственно, на соответствующем сайте Также являются историческими документами У каждой карты есть свое описание У каждой карты есть своя история У каждой карты есть четкие хронологические привязки Когда она была создана Какой исторический, хронологический промежуток времени Она описывает И она была создана не неизвестно Каким иезуитам Не пойми почему А каждая из данных карт Была создана конкретным ученым Имя А во многих случаях и фамилию которого Можно найти в соответствующем Описании данных карт Можно найти год издания карты Можно найти город, в котором была издана карта И если хорошо порыться в источниках Можно в принципе в общих чертах По многим из данных картографов Даже найти по какой причине То есть для чего он рисовал данную карту Карты не рисовались просто так Чтобы на них изобразить Украину Кроме того Вот ему С одной стороны Этому комментатору Подавай документы А с другой стороны Карты это не документы Чем карты не документы? Тем, что на них упомянута Украина? Ну да Этим карты и не документы А хорошо, а какие документы ему предоставить? Паспорт украинца 17-го столетия? Ну так, такого паспорта не было Как не было и паспорта московита Как не было и паспорта какого-нибудь Не знаю, крымского татарина Или подданного Османской империи Таких паспортов не было Какой я ему могу показать документ Где упомянута Украина Если карта это не документы На самом деле Можно было бы взять во внимание Свидетельства разнообразных историков Картографов, географов И путешественников Которые описывали Европу Можно взять сведения Собственно Из Грамот запорожских Властителей Из В общем-то Польской канцелярии Где во многих случаях Также упомянуто Название Украина Это не так-то просто Как бы Все Собрать и предоставить Потому что Это есть на разных ресурсах Но это нужно собирать Это нужно комментировать Это нужно все осмысленно предоставлять И не исключено Что Под финал Пока я все это Осмыслю Предоставлю Покажу И расскажу Пройдет не то что 5 А 15 часов При том что Лимит Ютуба Всего лишь 12 часов То есть видео Больше 12 часов Я в принципе Не могу загрузить На Ютуб Ну ладно Допустим Я уложусь 5 часов Но такие же Как он Все равно Не будут Внимательно изучать То что я предоставил Он просто скажет Твои доказательства Не доказательства Потому что Твои доказательства Не доказательства Вот и все Я предоставил карты Карты ему Видите ли Не карты Почему карты Не карты Потому что На них Упомянута Украина Соответственно Что бы я ему Не показал Он скажет И это подделка И это Иезуит Нарисовал А в общем то Да Если эти карты Ну не все Но по крайней мере Некоторые из них Рисовали Иезуиты И что дальше Это как-то Ставит под сомнение Содержимое Этих карт Или что Иезуиты Знали Что аж В двадцатом Столетии Ленин По приказу Австрийского Генштаба По сговору С масонами Иллюминатами И рептилоидами Седьмого дня Будет Придумывать Украину И украинцев И поэтому Они решили Раньше времени Уже Соответственно Придумать Украину Ну что за бред Ну то есть Кем бы ни был Картограф Географ Который Составлял Этот Картографический Документ А карты Я считаю Что это Такой же Документ Как собственно Если бы это была Какая-нибудь Грамота На которой Было бы написано Что Это грамота Не знаю Какого-нибудь Запорожского Геттмана Всея Украины И так далее И тут как бы Да Из древности Нам В действительности Дошло Очень мало Упоминаний Украины Поскольку Наше государство Долгое время Называлось Русью Но московиты Присвоили себе Название Русь И в общем-то Теперь Упоминание Руси В древних Источниках Трактуют Как упоминание России В древних Источниках А сколь Нету Упоминаний Там Рядом Украины То соответственно Типа Украины Не было Ну а где Находилась Русь Какие были Географические Очертания Собственно Руси Если взять Географические Очертания Руси Она находилась По сути Ветсяну Додону А основные Земли Руси По сути Это территории Киевщины Территория Переяславщины Территория Черниговщины Территория Житомирщины И соответственно Территория Галиции Волыни То есть Это Классические Основные Территории Украины Которые Были Таковыми На протяжении Всех Известных Эпох Существования Руси Украины В ряде Древних Источниках Русь Украина В общем-то Так и Называется Как Русь Украина Существует Вот такое Переходное Понятие Как бы Между Понятием Русь И понятием Украина И я уверен Что Тот Как бы Кто составлял Методичку Для всех Вот таких Товарищей Он хорошо Это знает Он хорошо Знает Что Украина Была Но он Знает Также Те Исторические Сведения Что Типа В девятнадцатом Веке Не было А типа Покажите Монету А покажите То Покажите Все Покажите Это То есть Этот человек Заведомо Лжет Этот человек Заведомо Искажает Факты В нужную Ему Сторону Это Негодяй Это Вот так Сказать Андрофаг Классический Ну Давайте Посмотрим Что нам Википедия Говорит Об Украине И Давайте Возьмем Российскую Википедию Российскую Которую Не написал Я Которую Не написали Украинцы Которую Писали В общем-то Россияне И что Мы тут Видим Что Слово Украина Существовало Как минимум Со времен Киевской Руси Как минимум С 12 Века И впервые Оно Упоминается В киевской Летописи Ипатьевского Свода Известного По спискам Ну да Уже более Поздних Времен То есть Это 15 И 16 Век Украина Упомянута Соответственно Под 1187 Годом И как видим Упоминания Украины Есть И Соответственно В Гавлицко Волынской Летописи И там Украина Упомянута В 1213 И 1268 Годах Ну и Далее Соответственно Далее Соответственно Приводится Даже В Российской Википедии Приводятся В общем-то Карты Достаточно Старинные На Некоторых Из которых Также Упомянута Украина В принципе Мы можем Если осмыслять Значение Происхождения Термина Украина Мы можем Проводить Параллель Проводить Такую Историческую Нить Как Название Было Название Русь Потом Название Русь Как бы Растеклось Не только По самой Руси Но и По Присоединенным К Руси Территориям По Подчиненным Руси Территориям Оно Растеклось Оно Как бы Растворилось И Из-за этого Потеряло Свою Ясность И Поэтому Уже Для Обозначения В общем-то Малой То есть Исконной То есть Центральной То есть Собственно Сердцевинной Истинной Руси Подняли Другое Древнее Название Название Украина Также Что в общем-то Что в общем-то Это у нас Карта Семнадцатого Века Также У Край На Что в общем-то Важно Что здесь Получается Даже по Российской Википедии Видим Что первое Упоминание Украины Это Двенадцатый Век Да Украина Тут Упомянута Как Оукраина И тут Как Укра И Нее И Некоторые Могут Попытаться Это перевести Как Окраина В смысле Как Обочина Но это Неправильно Тут Как бы В российской Википедии Переводят Как Приграничная Область Земля У края Княжества Это Российская Пропаганда На самом Деле Если Киев Это Украина То Для Кого И Когда Он Был Обочиной Мы Видим Что Как бы Термин Украина Для Земель Украины Впервые Начал Упоминаться В те Времена Когда В общем-то Украина Не было Еще в составе Никаких Соседних Государств И Для кого Киев Мог быть Обочиной Для Киевлян Для Новгородцев Которые Были Подданными Киеву Для Галичан Не знаю Ну Для Кого Ни Для Кого Из Подданных Руси Ни Для Кого Из Самих Русинов Киев Не Мог Быть Обочиной Ни Для Жителей Киева Ни Тем Более Для Подданных Киев А Термин Украина Был И Поэтому Разумней Связывать Соответственно Значение Слова Украина Не так Как это Сделано Здесь А Соответственно Понятием Как Что-то На Границе А Правильней Самое Интересное Что Да Создатели Редакторы Московицкой Википедии Сразу Сделали Не путать Вот это С тем Вот это Не то Хотя В общем-то Это и есть Те самые Укры Которых Московицкие Историки Так Любят Демонизировать И в общем-то Да Это Родичи Украинцев Это Родичи Украинцев Это Укры Украяне Которые В общем-то Жили Как на территории Современной Польши Так и на территории Современной Германии Эти Украяне Или Укры Были Очень Сродными Редарием И Руяном Тем Руяном Которые Иногда Назывались Ружане Русины И Кто Проживал На острове В общем-то Руян Где Находился Храм Святовита Арконский Храм Тут Находился И Город Ретро В Стране Редариев И Много Чего Другого Интересного У Поляков В общем-то Были Свои Поляне Свои Куявы Тут Много Параллелей С Украиной Но Редакторы Российской Википедии Сразу Пишут Не 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 Это Не То Вот Это Не То Не Перепутайте Почему Не путать Украин С Украинцами Черт Его Знает Просто Потому Что Это Не Выгодно Современной Российской Трактовки Просто Дело В том Что Если Возводить Название Украины К российскому Слову Окраина То Можно Взять Времена Как раз Какого-нибудь 19-18 Века Когда Территории Украины Входили В состав Российской Империи Австрийской Империи Какое-то Время В состав Польского Государства И В составе Этих Государств Земли Украины В действительности Были Далеко Не в центре Они Были Фактически Окраинами И Вот Тогда Украина Окраина Окраина Украина Вот Тогда Это Смысловое Созвучие В действительности Имело Место Но Если Знать Что Существовала Западнославянская Народность Которая Называла Себя Украяне Если Еще Взять Факты Того Что И Среди Южных Славян Существовали Этнические Общности И Даже Страны С Похожим Названием То Станет Понятно Что Укра Украяне Украинцы Это Одна Из Славянских Народностей Такая Жи Как Русы Как Поляне Как Куявы Киевычи Как Ляхи Как Сорбы Как Чехи Дулебы Хорваты И Многие Многие Другие А Все Эти Славянские Народности За Многотысячелетнюю Свою Историю Многократно Расселялись Переселялись И Дробились Когда Часть Каких-нибудь Хорват Оставалась В Карпатах А другая Часть Переселялась На территории Соответственно Ранее Подвластной Римской Империи И Так Возникала Балканская Хорватия И Соответственно Карпатская Страна Белых Хорват Также Самые Куявы В честь Которых Назван Киев Куявы Киевычи В общем-то Потомки Кия Но Если В случае С Киевом Там Куявы Киевычи Это Большая Касалось Именно Династии Которая Имела Там Владение То Вот В Польшу Переселилась Другая Часть Тех Кто Также Имел Схожее Происхождение Но Там Название Куявы Распространилось Не Только Лишь И Не Столько На Княжескую Династию Сколько В общем-то На Небольшую Этническую Общность Так же Самые Поляне Если В Украине Да Это Одно Из Доминирующих Этнических Ядер Это В общем-то Те Кем Правили Киевские Киевычи С кем Соединились Русы И так далее И те же Украяне И многие Другие И в общем-то Поляне Стали Ядром Для Киевской Руси Но Все равно В Киевской Руси Было еще Много Кто И много Как И вот Русь Была Все-таки Названа В честь Русов А не в честь Тех же Полян А в Польше Хоть И народ Польский Назывался И Мазовийцами И ляхами И Тоже По-всякому И по-разному Но Сама Страна В результате В своем Финале Была названа Полонией То есть По факту Поляней И вот Конечно же Московитам Невыгодно Вот это Все Признавать Потому Что Если Признать Вот это Все Становится Понятно Что Название Украины Никак Не могло Означать Окраину Скорей Наоборот Оно Означало Внутреннюю Землю Во всех Случаях Когда Речь Идет О Внешней Части Она Пишется Через О А во всех Случаях Когда речь Идет О чем-то Внутреннем Оно Пишется С помощью В И Оу Или просто У То есть Угорщина Это не то Не страна Которая Сбоку От гор Если Страна Была Вокруг Гор Или Сбоку От гор Она Называлась Бы Огорщиной То есть То Что Около Гор О Челье Это то Что Вокруг Чела О Канта То Что Вокруг Канты То есть Еремной Впадины Огород То Что Ограждено Обнесено Оградой Соответственно А тут Наоборот Угорщина Названа Именно Угорщиной То есть Тем Что Соответственно Внутри Гор И так и Есть Угорщина Находится Внутри Гор Дальше Украина Корень Конечно же Краина То есть Страна У Показывает Внутренность То есть Украина Это Вне Внутренняя Это Центральная Часть Страны И В таком Смысле Слово Значение Украины Оно Тожественно Слову Малороссия Как Малая Внутренняя Исконная Часть Руси Слово Украина Во времена Данилы Галецкого Также Имело Значение Выкраинная Часть Былой Руси То есть То Что Ему Удалось Сохранить И Власть Над чем Ему Удалось Восстановить Изначально Конечно Слово Украина Обозначало То Что Направлено Ко Всевышнему Но То Слишком Глубокий Слишком Далекий Пласт Однако Давайте Запомним И отметим Такой Факт Что 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 Украина Впервые Зафиксировано В 12 Веке Ну и Казалось бы Киевская Русь Известна С 10 Века А тут Всего лишь 12 Век Спустя 200 лет После Начала Киевской Руси После Владимира И всех Остальных Но Если Мы Возьмем Вообще Когда Создавалась Та же Самая Допустим Повесть Временных Лет То Мы Увидим Что Несмотря На то Что Она Описывает События Ну Кроме Библейских И вообще Каких-то Древних Из уже Событий Древней Руси Она Описывает События Начиная С середины 9 века И дальше 9 век И дальше 10 век И так Дальше Но Сама Она Как считает Большинство Исследователей Создавалась В Киеве Около 1110-х Годов То есть На самом Дели Между Датой Создания Повести Временных Лет И Датой Первого Упоминания Украины Всего Лишь 100 лет То есть Название Украины Украина Я считаю Что это Вообще Важно Отметить Поскольку Вот Существует Название Русь Или Русия Русия Или Русия Это Ничто Иное Как Всего Лишь Греческая Интерпретация Слова Русь Русия Русия Это Всего Лишь Инородные Записание Слова Русь Не Больше Того И По идее Московиты Этим Пользуются Они Говорят О том Что А Вот Первое Упоминание России Там Вообще Древнее Древнее Уже Тысячу Лет Назад Но Дело В том Что Во всех Тех Случаях Словом Русия Названа Как Раз Не Суздальщина Не Владимиросуздальская Или Ростово Владимиросуздальское Княжество Где В будущем Появится Московия Названа Даже Не Новгородщина А Названа Именно В общем-то Русь Названы Те Территории Которые Спустя Фактически Сто Лет Уже Упомянуты Под Названием Украина Поскольку Если взять Первое Упоминание Слова Украина Они Также По сути Дела Появляются На территориях Исконной Вот этой Внутренней Малой Руси Они Не Появляются Где Нибудь В Новгороде И У Московитов Существует То Что На протяжении Столетий Руссию Называлась Украина И Позднее Там Украина И Руссию Называлась И Уже Стало Называться Украиной А Московиты Переняли Себе Название Русь И Приписывают Себе Вот Ту Всю Древнюю Историю Упоминания Этого Названия Но Это Несправедливо Если Уж Как бы И Признавать За ними Какое-то Право Пользоваться Названием Русь То Они Имеют Право Им Пользоваться Всего Лишь И И Исключительно С Времен Петра Первого Когда Их Товарищ Петр Первый Переименовал Их Государство В Россию Хотя Название Россия Существовало Задолго До этого Но Даже Львовщина Чаще В старинных Источниках Называлась Русией Или даже Россией Чем В общем-то Московия Можно Вообще Поизучать Собственно И упоминания Самой Руси Упоминания Самой Руси Также Также Нельзя Сказать Что Их Слишком Много Хотя Существуют Упоминания Ругов Русов Вообще Чуть ли не С рубежа Прошлой И нынешней Эры И В общем-то Как Этот Комментатор Говорил Мне А скажи А где Царь Руси Царем Руси Был Владимир Креститель Поскольку Владимир Креститель Породычавшись С Византийским Базилевсом Получил От него Титул Цесаря То есть Цезаря Или Царя Владимир Креститель Который Перенял Себе Титул Кагана Киевского Он Также Перенял Себе И Титул В общем-то Цесаря То есть Царя Это Известный Факт Поэтому Владимир С его Гривнами Это По сути Дело И Есть Царь Руси Царь Руси Украины Русь Пережила Много Разных Интересных Этапов Своей Истории Русь Зародившись И Сформировавшись В общем-то В территориях Киевского Переяславского Черниговского Галицкого И Волынского Княжества Русь Позднее Распространилась И на территории Смоленска Полоцка Рязани Новгородчины Русь Подчинила Своей власти И Территории Проживания Мерзцев Создав там Ростов Позднее Создав там Владимир Исуздаль Из Руси Фактически Из Полоцкого И Литовского Княжества Позднее Вырастет Великое Княжество Литовское Жемайтийское Русское Которое Подчинит Себе Большую Часть Территорий Исконной Руси Но Без Московии И без Новгорода В общем-то Тут не совсем Правильно Показано Поскольку Руси Принадлежала И Причерноморье И Тьму Таракань И Саркел И так далее Вот в общем-то Русская земля В исконном Узком Смысле Как это Исследовали Даже Российские Академики Советские Академики Толочка Носонов Рыбаков Да У них Несколько Разные Подходы Самый Для меня Странный Подход Рыбакова Как он Так Русь Вытащил Несколько Северо-восточнее Чем она Была И в общем-то Он даже Речку Русь Не особо Затронул Если бы Я сейчас Рисовал Еще Свой Вариант Я бы Нарисовал Это Приблизительно Приблизительно Вот так Вот Территории Руси В Узком Смысле Нарисовал Бы Это Вот так Вот А потом Пририсовал Бы Пунктиром Наверное Еще Вот так Вот так И где-то Аж Чуть ли не Вот так Это территории На которые Расширялось Понятие Русь Еще В древности Но Расширялось Временно И расширялось С разным Успехом Если в общем-то На территории Волыни И Галича Галиции Слово Русь Распространилось Очень основательно Так что Жители Львовщины Еще Долгое Время Называли Себя Русинами То Соответственно На восток И на юг Термин Русь В каких-то Случаях Распространялся Потом Приходили Какие-то Степники Отжимали Русь К северу Так что Иногда Русь Отжимали И даже От речки Рось Но это Бывало Достаточно Редко И на Непродолжительное Время Да Как бы Искростан Киев Переяслав Чернигов Это те Города Которые В общем-то Можно сказать Были сердцем Ядром Руси Вот в частности Реконструкция Макет Общего Вида Софии Киевской Собор Который Был Построен Около Тысячу Триста Шестого Года Да Построен Византийском Стиле С Незначительными Такими Славянскими Модификациями Видимо Взятыми Из архитектуры Из Крастана И это Было В Киеве Это было В Киеве В тысячные Годы А что В этот Момент Было Допустим На территории Нынешней Москвы Ну и да Видим Что в общем Казаки Казаки Так или иначе Приемники И продолжатели Деятельности Руси Тут в общем То Растеление Разных Так сказать Славянских Наречий Крещение Руси Какое Это имеет Отношение К Москве Которой Тогда Еще Не Было Во времена Вот этого Деятеля Который Крестил Русь На территории Будущей Москвы Квакали Жабы Перекрикивая Мошек Звенящих Крыльями Как бы При чем Здесь Это все Соответственно Ну вот Возьмем Карта Польши Поляне Куявы Вот Поляне И город Киев Вот Хорваты И вот Хорваты И вот Хорваты И тут Сербы И Тут Западнее Были Сербы А Вятичи Это вообще Такой Интересный Реликт Венедов Ранние Какие-то Выселки Которых Были В свое Время Названы Даже Вандалами Но Тут Кроме Славянских Народов Проживали Многие Финоугорские И тут Этих Вятичей Как Славян Было Полтора Инвалида В то Время Как Местных Финоугров Было Очень Даже Дофига Вот В частности Интересно Как Здесь Все Показано Здесь Показано Что Типа Вообще Северные Регионы Заселены А вот Здесь Какие-то Прямо Пустыни Чего В реальности Никогда Не было Конечно Но Российская Пропаганда Рисует Так Чтобы Русь Побольше Переместить По крайней мере Картографически На север И поменьше Связывать С ее Исконными Территориями Такие Вот Дела Ну Кстати Вот Новгород Северский Который На протяжении Некоторой Истории Был Даже Столицей Своего Новгород Северского Княжества И Таких Новгородов В Руси Было Достаточно Многенько И Поэтому Упоминание Что Рюрик Осел В неком Новгороде Ну Как бы И что Ну И в каком Новгороде Почему Нужно Считать Что Рюрик Обязательно Должен Было Сесть В этом Новгороде Которого Во времена Рюрика Еще и Не было А не Допустим Соответственно В этом Новгороде Этот Новгород И Севернее Киева То есть В принципе В каких-то Вот этих Историях Что Из него В Киев Добираются По реке В принципе Это Будет Соответствовать Действительности И Варягам Если Как бы Скандинавам Отчасти Удобней По Западной Двине Вот Добраться До Днепра Пересесть В Десну И вот По Десне Соответственно Добираться До Новгорода Северского И дальше До Киева Почему бы И нет Вот Типа Приход Золотой Орды Продвижение Великого Княжества Литовского В Собирании Земель Руси Ну и далее Уже Великое Княжество Литовское Большую часть Земель Исконной Руси Присоединила Под свою Власть Ну а часть Присоединила Польская Корона Ну что ж Бывает А вот Воспользовавшись Этим Всем Молдавия Как раз Таки Отсоединилась От Руси То есть Молдавия Несмотря на то Что Молдавия Сейчас Больше Отсылается К своей Как бы Истории Связанной С Румынией Но Если Разбираться Как бы Исторически То Молдавия Это Также Один Из Осколков Киевской Руси Вот Вот Династия Киевских Правителей Рюриковичей Которые На протяжении Собственно Столетий Правили И Кстати Далеко Не только Лишь На территории Руси А вот Эти Уже Вообще Как бы Не хочется Даже Говорить Что Московитые Не имеют Отношения К Рюриковичам Это Уже Другая История Ладно Пока Давайте О гербе Рюриковичей Да Не будем Касаться Вот Этого Безобразия Вот Герб Рюриковичей Взят С печати Ярослава Мудрого Ну Как бы Не вдаемся В подробности Тут Кстати Также Не написано Ярослав Мудрый Князь Всея Руси При том Что Ярослав Мудрый Был Князем Всея Руси Но Что тут Написано Ярослав С Ребро Где тут Надпись Что Ярослав Мудрый Князь Руси Нигде Ее попросту Здесь Нет Ну Ну ладно Здесь Есть Нечто Другое Священный Трайсуб Который У Украины Является Священным Символом С более Древних Времен И был Во времена Киевской Руси И продолжает Быть Сейчас В Великом Княжестве Литовском Был Вариант Этого Священного Трайсуба Тризуба Который Назывался Гедеминовый Столпой Давайте Также Российская Википедия Да Здесь Есть Изображение Тризуба С десятиной Церкви И вот Современный Малый Герб Украины Да Это Он Это Он Тот Знак Который Так Ненавистен Московитам Ладно Пока Не об Этом Вот Гривна Кстати Которая Была Валютой Киевской Руси И Нынешняя Украинская Валюта Также Названа Гривной В общем-то Именно В ту Сторону Иногда Эти гривны Рубили Чтобы Получить Слитки Меньшим Меньшей Стоимостью Меньшей Ценностью Эти слитки Назывались Рублями Вот Московские Деньги Как нечто Менее Значимое До сих пор Называются Рублями Но Само Слово Деньга К московитам Пришло Видимо От Тех Народов Которые И сейчас Свою Валюту Называют Тенге Но Это Также Несколько Другая История И вот Видим Существовали Литовские Гривны Литовские Рубли Собственно Потому что Да Великое Княжество Литовское Это Это Приемник Киевской Руси Возьмем Такого Князя Один Из Киевских Князей Который Жил Приблизительно Во времена Соответственно Когда Составлялась Повесть Временных Лет Что Про него Можно Сказать Князь Как Князь Украинец Как Украинец Поменять Ему Головной Убор Чем Не Казак А Между Тем Происходил Из Достаточно Чистой Достаточно Прямой Ветви Рюриковичей Владимировичей Как видим Один из его предков Даже Считался Святым И был Сыном Владимира Мономаха Сам же Мономах Был сыном Всеволода Ярославича Ну и вот Кстати У него Так же Был Как Геральдический Знак Знак Являющийся Вариацией Тризуба Своеобразной Тризубообразной Тамгой Ну а вот Более Классическое В общем-то Изображение Священного Трайсу Баруси Существует Печатка И много Чего Другого Его Отцом Был Ярослав Мудрый Собственно Герба Которого Отчасти Уже Касались Который Изображен На двух Гривнах Наших Нынешних На банкноте Ну и В общем-то И в общем-то Да Жаль Что Жаль Что Московиты Его себе Изобразили Ну ладно Московиты Его Кстати Изобразили Себе На тысячной Купюре У нас Он Изображен На Двухгривневой Купюре Благословляю Российскую Валюту Чтобы Поскорей Их Тысяча Стоила Ну приблизительно Столько же Сколько и наши Две Гривны Да Будет Так А лучше Еще Меньше Вот Собственно Уже Более Прямой Близкий Предок Данилы Галицкого Роман Мстиславич Он по сути Во многом Был Объединителем Соответственно Галицко-Волынская Держава Имел Связи Как видим С многими Монархиями И вот У него Был Герб Который В свое Время Еще чуть Раньше Был Гербом В общем-то Еще От силы Можно Рассмотреть Личность Самого Данила Романовича Великого Князя Киевского Короля Руси Вот тут Он уже Изображен В европейской Короне Монаршей Священный Лев Священный Трайсуб Варианты Короны Которая Была У Данила Романовича Рекомендую Хотя бы Российскую Википедию Почитать О том Кем Был Данила Романович Можно Обратить Внимание И на Титул Данила Романовича И вообще На много Много Что В частности У Данила Романовича Был сын Лев Данилович Лев Данилович Уже Изображался Даже Буловой Как Фактически Более Поздние Запорожские Властители Что Кое На Что В частности Намекает Князь Галиции Да Кстати С В общем-то Данилой Васильком А Также Львом Даниловичем Еще Ранее С Романом Мстиславичем Связаны И Двуглавый Орел А именно История Использования Символики Двуглавого Орла В общем-то В Украине В Древней Руси И в этом Наши Князья Были Намного Впереди Так сказать По отношению К московитам Которые Только Позднее Взяли себе Использовать Этот символ Юрий Львович Сын Льва Даниловича Как видим Снова же Есть И многие Археологические Исторические Данные Описывавшие Описывающие Данных Деятелей И Их Клад Как Историю Соответственно Руси Поскольку Данила Романович Лев Данилович Юрий Львович Лев Юрьевич Это все Были Короли Руси У них Была Корона Которую Данила Голицкий Получил От Папы Римского То есть Легитимность Законность Власти Данилы Романовича Подтверждалась В общем-то Папой Римским И так сказать Апостольским Престолом Ну вот Последний Правитель Данной Династии Соответственно Есть И Печатка С его Изображением Ну и Если Коверяться В истории Там тоже Много Чего Можно Найти Но сейчас Не об этом То есть Вот Наши Короли Не цари Как сформировал Товарищ А короли Но с другой Стороны Если Все-таки Владимир Креститель Взял себе Титул Ну точнее Получил От Византийского Ну считайте Восточно-римского Базилевса Титул Цесаря То соответственно И потомки Владимира В праве Быть Названы Царями То есть Цесарями Ну по крайней мере Те из них Кто правили Киевом Если уж так Так что Ряд Великих Киевских Князей Можно считать Царями Вообще Славянское Понятие Великий Князь Оно в смысловом Плане Тожественно Понятию Царь Или даже Император Просто Князь Тожественно Соответственно В каких-то Случаях Королю В каких-то Случаях Удельному Какому-то Властителю В любом Случай Князь Это Глава Государства Великий Князь Князь Князей Махаксенес Это Разные Варианты Того Кто Имеет Под своей Властью Несколько Государств Или Даже Несколько Князей Властвующих В своих Государствах Так что Получая От Византийского Базилевса Титул Цесаря Киевский Владимир Креститель Не увеличил Своих Каких-то Полномочий Не Не Возвеличил Себя Никак А всего Лишь Подтвердил Всего Лишь Как бы Получил Христианское Подтверждение Своей И так Уже Имевшейся У него Титулатуры Так В общем-то И Данила Романович Получает Папы Римского Корону Он не стал Более Знатным Правителем У него Не прибавились Земли У него Не прибавилось От этого Войска Единственное Что у него Прибавилось Так это Признание И Легализация Легитимация В христианском мире Такое Собственно На тот момент Также Имело Некоторую Важность И Некоторое Время Некоторое Время Литовские Князья Не имели Этого А соответственно Короли Руси Имели Русь Украина Археологически Может Отслеживать Своё Начало От Мизинской Культуры А если Берём Что такое Мизинская Культура То Даже По данным Российской Википедии Ну Как Минимум Данному Явлению Соответственно 15 Тысяч Лет А если Брать Другие Варианты То там И все 25 Тысяч Лет Насчитается И вот Можно Проследить Переход Мизинской Культуры Трипольскую Можно Это Проследить И Географически Можно Это Проследить И По Символике Которые Использовали Данные Культуры Можно Это Проследить И По Территориям Которые Они Застеряли И так Далее И Вот Видите Где Так Сать Очаги Вот Этой Трипольской Культуры В Украине Да Трипольская Культура Распространялась Тут И на Всю Молдавию И на Куски Румынии Но Если Берем Вот Эти Территории Украины То Да Это Территории Которые Позднее Будут Ядром Распространение Термина Русь А пока В те времена Трипольская Культура Стала Истоком Для Дальнейших Миграций Кемерийцев Далее Истоком Для Скифов Распространившихся По Всей Практически Центральной Азии Вообще Намного 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 Так сказать Дальше Ну и кстати Да Тут видим Первое Упоминание Соответственно Слово Рос Рос Русь И далее В общем-то Скифы Сарматы И далее В общем-то Роксоланы Аорсы Анты Древняя Русь Киевская Русь Королевство Русь Ну и дальше Уже Гетьманщина И дальше Уже Соответственно Украина Под властью Других Государств И дальше Уже Украина Возрожденная Соответственно Попытка Возродить Украину В начале Двадцатого Века И возрождение Украины Уже В конце Двадцатого Века Собственно Такова История Украины Которая Прослеживается И да Можно найти Какие-то Времена Когда у Украины Была Своя Монета Когда у Украины Не было Своей Монеты Когда Украину Называли Термином Рос Русь Русь Рутены Русины И так далее Когда Украину Называли Каким-то Другим Термином Будь то Сарматия Или Скифия Или Гунналанд Или Гордарика И так далее И все это Также было И Как бы Вот В истории Российской Государственности Был период Когда не было России Было РСФСР Ну так И что Как этот Горе-комментатор Пишет мне Что Типа Покажи Соответственно Документ Где Упомянута Украина В каком-то там 19 веке То я ему Могу сказать А покажи Документ Где Упомянута Россия Как Страна Как Какой-либо Субъект Мировой Истории Допустим В 1941-1945 Годах Если не считать Армию Власова Которая Воевала За Соответственно Гитлера И воевала За Россию Вот эта Армия В действительности Воевала За Россию И декларировала Это Но Как бы И что А России Как таковой Не было Было РСФСР В составе Советского Союза И хоть Советский Союз Многие Даже Западные Страны Называли Россией Продолжая Старые Мотивы Но Как бы Все равно СССР Это не Совсем Россия Так и Что Выводить Из этого Утверждения Что России Не было До 90 Года Было РСФСР А потом РСФСР Куда-то Исчезла Россия Откуда Взялась В духе Российской Пропаганды Можно было бы Именно Так и Поступить Я же Считаю Что лучше Все-таки Анализировать Факты Изучать И те Факты Которые Вписываются В Картину Истории Те Которые Не Вписываются Все это Следует Изучать Осмыслять Еще раз Осмыслять Чтобы потом Все-таки Понять Соответственно С чем Мы имеем Дело Чтобы потом Сделать Какие-то Более-менее Адекватные Выводы О истории Собственного Народа О истории Других Стран И о истории В общем Как о Процессе Других